Юрий Евгеньевич, пожалуйста, расскажите о вашей коллекции, о вашем увлечении конвертами, собиранием конвертов, марок и открыток с цирком. Освященный цирку, да. Это очень просто было. Где-то в 58-м году моя мама купила случайно на почте три конверта с Минским цирком, художественный конверт был. И они у меня вот остались. Где-то они у меня были. То есть началось все с конверта, не с марки, а с конверта, да? Да, конечно, с конверта. Потому что марки у нас не выпускали, очень плохо. Была выпущена марка с Дуровым у нас, и все. А за рубежом первые вышли в Венгрии 10 марок, потом в Румынии, Болгарии и так далее. И когда вот уже пошел такой массовый выпуск марок, посвященный цирку, я решил их собирать. Идите, и не ошибся. Сейчас вот у меня 150 таких листов. 150 листов. Плохо, что, ну как всегда, во славу нашего цирка, в 2002 год ЮНЕСКО был объявлен годом цирка в Европе. И все ведомства выпустили, выпустили посвященную цирку. Марку, да, да, да. Серии, да, целой серии, да, да. Даже вот такие, такие, Монахо, Виктенштейн, Андорра, вот такие государства. Белоруссия в том числе. Да. Белоруссия выпустила, и Грузия выпустила, Белоруссия, Украина выпустили. И выпустил, выпустил Совет, нет, еще не Совет, Россия. Выпустил какую-то марочку, вот, вот такую вот марочку, вот такая она одна. Да, 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 да. В ней все, в ней и гимнасты, и жонглеры, и медведи, и кого только нет. Разве можно все поместить? В главке и не знали, что такую марку выпускают. И что 2002 год был годом цирка. Никак он был не отмечен, и так он прошел безмолвно. И вот, а все ведомства, все ведомства Европы выпустили, эти прекрасные, такие серии, там, и Грок, там, и Ривельс, знаменитости, там тоже были, на этих марках. Вот у меня они все есть. Скажите, а какой объем коллекции ваши не считали, или как? Ну, как, я не считал, вот таких вот листов, вот так, примерно, заполненных, так, или часть марок, часть открыток, вот, 150 таких листов. Это вот такая папка. Унести одному это невозможно. Вот, кто-то мне помогал, вот, мой сын помогал мне, мы еле-еле их, это, донесли, из машины до подъезда. Вот, видите, тут, вот цирк, вот этот, знаешь, широко, это вот цирк, он в черном бульваре, вот он так вот выглядел. А потом это вот сняли, вот, и он стал вот таким, а потом он стал вот таким, вот таким он стал, вот таким, и вот теперь он вот такой. Видите, это морфоно какие-нибудь. А вам больше старый нравился, или вот современный сейчас? Ну, старый, наверное, старый, старый, ближе. Ну, да, там как-то, смотрите, тут даже, если придешь туда, или работаешь, а кто-то пришел к тебе, там сразу все видно, пятачок этот, вот, собирались все друг друга, видели, кто пришел, кто. А тут это все, камерам все, все по камерам сидят. Да, сейчас все по своим этим кабинетам, да. Мой дом, моя крепость. Вы продолжаете собирать? Не бросили? Да, нет. Нет? Ну, ужас, я уже не знаю, я отбиваюсь. Сейчас последние 10, не 10, 7 стран африканских выпущили марки. Ну, там они, цирк Дюссалей у них, там еще какие-то есть цирки. У них своих нет, они другие. И вот одна, посвященная нашему цирку, там Гея Радзе сидит на коне, и потом это с хулахупом мед, девушка у нее работает на шаре, который... Фотографии или картинки, или рисованные картинки? Нет, фотографии. Фотографии, да, да. Марина Кардабана. Понятно. А, да, Кардабана, наверное, да, можно сказать. Мед не Кардабан, у Геи не Кардабан. Это вообще, да, с нашарей, а у них-то нет. У Геи другая. Ну, здорово. Ну, вот я этим... Сейчас я вот этим занимаюсь, приворот, порядок. А это уже последний, я уже все забрал. А тут вот, вон, сейчас приходят всякие, интервью берут. Потом марки пропадают. Потом марки пропадают. Ладно, удачных вам новых находок. Спасибо. Филателии. Спасибо.